Марка Jeep на автосалон в Гуанчжоу привезла обновленный компас. Внешние изменения не бросаются в глаза, но передняя оптика стала чуть тоньше и переведена на светодиоды. Подправлена решетка радиатора и бампер с P-образным воздухозаборником. Из-за бамперов чуть подросла габаритная длина, а новые колеса сделали компас выше. Интересно, что дорогая внедорожная версия Trailhawk обновлена по отдельной программе. У нее особый бампер, увеличивающий угол въезда. Но самое интересное в Jeep это интерьер. Посетители не зря так пристально его разглядывают, ведь салон совершенно новый. Верхнюю часть панели не узнать, другая архитектура, рулины, дефлекторы, больше кожи и металлических вставок. Само собой без виртуальных приборов и торчащего дисплея не обошлось. И в цифрах все неплохо. Оба экрана больше 10 дюймов, поддержка смартфонов и обновление по воздуху. О технике говорить пока бессмысленно. Если в России компас продают с атмосферником 2.4, то в Поднебесной только малолитражные турбомоторы. С передним приводом сочетается движок 1.3 и 7-ступенчатый робот. А версиям 4х4 положен двигатель 1.4 и 9-ступенчатый автомат. Продажи в Китае начнутся еще до конца года. А на другие рынки джип выйдет весной. Как и у всех иностранных брендов, у джипа есть китайский партнер. Это компания ГАК. Именно совместный завод ГАК-FCA налаживает сборку обновленных компасов прямо в Гуанчжоу. Сама же марка ГАК выставила концепт с невразумительным названием Empow 55. Машина названа первым спорткаром на платформе GMPA, а 55 – это число обновлений. Китайцы подчеркивают, что под капотом скрываются агрегаты из нового семейства Дюэлан Пауэр. Это должны быть новые бензиновые моторы объемом 1,5 и 2 литра. Технических характеристик нет. Заявлен лишь коэффициент аэродинамического сопротивления. И много слов про сниженный центр тяжести по сравнению с предыдущим поколением. Но с каким? В гамме ГАКа сейчас есть крупные и довольно свежие седаны – GA6 и GA8. Однако их шасси восходят к лицензионной итальянской платформе от Лянчи Капы и Альфа Ромео 166. Эту тележку ГАК совершенствует все 12 лет своего существования. И кажется, эпоха подражания подходит к концу. Редактор субтитров А.Семкин